Привет, всем привет. Отлично выглядишь, ты похожа на волшебницу. А мне вот такая мальчика с Алиэкспресс пришла. Прямо вчера. Я заказал две. Одна придет на Рождество, на наше Рождество. У нас Рождество в январе будет. Итак, всем привет. Значит, добавляйтесь, ставьте лайки. Так, и какая у нас тема будет сегодня? У меня тут свои заготовки. Новый год такая вещь, что он всегда полон ожиданий. Нам кажется, что случится 31 декабря. Часы куранты пробьют, часы пробьют, будет 12 часов. Наступает первая минута Нового года, и все со скоростью света начинают загадывать какие-то желания. Я видела это очень много раз в жизни. Люди бросают шампанское, бумажки заготовленные, они их выпивают, прожевывают. Обрядов огромная куча, ритуалов, да, что мы делаем на Новый год. Подходим к концу года и понимаем, что у нас, наверное, из того, что мы загадывали на Новый год, осуществилось, но в лучшем случае, это уже в лучшем случае, процентов 50, да. Они говорят, что, вот то, что я все исследования, что я читала, они говорят, что человек находится в состоянии хайпа по поводу желаний в течение первых двух недель после Нового года, значит, особенно то, что касается, предположим, веса, да, там, сбрасывания веса, поиска новой работы, каких-то изменений, да, первые две недели после Нового года. Потом оно все начинает спадать, и, как правило, к марту месяцу все желания уже остается большой пшик, да. И человек уже в течение года живет его абсолютно нормальную рутину, к которой он привык, подходит к концу следующего года, и уже опять где-то за 3-4 дня до Нового года появляется вот этот вот хайп опять, что нам нужно опять собраться, опять загадать желания, особенно, слава богу, мы сегодня богаты на интернет, включаешь YouTube и смотришь со всех дыр, нам говорят только одно и то же. Если вы выпьете эту таблетку, то магия случится завтра, если вы выпьете вторую таблетку, то магия произойдет через неделю, третью таблетку, в лучшем случае через месяц. Но, может быть, оно у кого-то так и работает. В моей жизни я, к счастью или к сожалению, этого не видела. Потому что те самые лимитированные убеждения или программы, о которых мы постоянно говорим, они имеют тенденцию включаться очень быстро, после любого одноразового ритуала. Почему мы говорим «один раз протапаете» – это тоже одноразовый магический ритуал. Та же самая магия, тот же самый ритуал. Один раз что-то сделаете, но попробуйте почистить ваши зубы один раз на всю оставшуюся жизнь. И лет через пять скажите мне, что будет с вашими зубами, например. А может быть и раньше. И кто будет с вами разговаривать, например, если вы не почистили зубы неделю. То есть, поэтому ритуалы, как я всегда говорю, работают все, если их работать. Поэтому вместо того, чтобы сетовать на судьбу, что у нас ожидания каким-то образом не сбываются, лучше давайте возьмем бразды правления в руки по поводу нашей собственной жизни и решим, а что мы можем сделать, чтобы эти ожидания сбылись. Что я делаю? Потому что у нас есть сила. Я сегодня волшебница, видите, как Саша Типозов. У нас есть сила, а у меня есть магическая палочка. Сейчас я ее найду где-нибудь. Она не очень красивая, но ничего, сойдет. Потому что мы обзовем любой карандаш магической палочкой, она станет волшебной палочкой. И мы создадим то, что мы хотим. Поэтому план, наверное, будет такой. Давайте мы подумаем. Так, чего мы ожидали? Чего у нас не произошло? На что не хватило энергии? Потому что вот мне конкретно пришел запрос такого плана, что дни короткие, хочется все время спать, у людей не хватает физической энергии. И на самом деле это время года, оно очень энергозатратное по многим параметрам. Во-первых, день очень короткий, во всяком случае на нашей половине глобуса, если мы не в Австралии. Во-вторых, у нас уже раздево прошло, но все равно начинается эта спешка за месяц до того, как оно происходит, подарки к Новому году. Мы ставим елки. Это все чудесно. Мы все в этом приподняем настроении, но все равно оно очень энергозатратно по ресурсам. То есть мы очень много энергии тратим. Они вчера у нас показали в новостях, что человек тратит пять лет своей жизни, если он дожил до 70 лет в целом, на то, чтобы запаковать подарки, распаковать подарки, выбросить всю эту мишуру, которая пришла от подарок, значит, нарядить елки, потом снять это все, упаковать это все. Приблизительно, если человек к 70 годам, он тратит порядка пяти лет своей жизни на вот эти вещи. Все, перешаем дарить подарки. Может, не перестаем дарить подарки, но можем научиться, как все-таки это делать больше в ресурсе, чтобы у нас не было таких огромных затрат энергии на ожидание именно на приготовление, на нарезку этих салатов или на многие другие вещи, которые связаны с Рождеством и Новым годом. Потому что я думаю, что, например, у нас в Америке, начиная с середины ноября до первого января, вот эти полтора месяца, они самые-самые энергозатратные, потому что у нас начинаются эти поездки на День Благодарения, семьи встречаются, семьи расстаются, опять кто-то сходится, готовится и так далее. То есть очень много вот этих полтора месяца. Ну, в России это сдвигается немножко, я так понимаю, но тоже все равно те же самые приблизительно полтора месяца получается, да, только чуть-чуть со сдвигом. Поэтому вот такое вот у меня предложение сейчас. Значит, сначала мы проработаем то, что мы ожидали и все разочарования, которые у нас получились от того, что, может быть, что-то не оправдалось. Потом, Саш, у тебя было твое предложение, ты хотел что-то сделать сам. Да. И потом мы создадим наше намерение на Новый год и сделаем так, чтобы они у нас получились. Вот так. Я думаю, что у нас все получится. Не правда ли, друзья? Да, отличное предложение. Ну что, давай начнем. Еще один момент. Я просила многих, когда я писала, когда я выкладывала анонс к нашему сегодняшнему эфиру, я попросила людей, чтобы они заготовили ручку и бумагу. Потому что одно дело, когда мы делаем желание у себя в голове, и совершенно другое дело, когда мы их пишем на бумаге. Когда мы их пишем на бумаге, то то, что получается, оно как будто это наш контракт с нами самими. Мы заключаем контракт. И то, что я предлагаю, когда мы пишем на бумаге, то, что мы хотим, те же самые аффирмации или положение, чего бы я хотела, например, на Новый год, то это мой контракт со мной самой. И когда я его уже читаю, написанное на бумаге, то я понимаю такие вещи, что мне надо сделать, что мне надо убрать, что мне надо добавить, как лучше, как хуже. То есть оно мне дает возможность уже варьировать тем, что происходит в жизни. Хорошо? Значит, вернулись к началу. Давайте сфокусируемся на том, как прошел этот год. у многих он был очень напряженный. Очень напряженный. Этот год у людей очень у многих связан с большими потерями, как материальными, так и физическими. и поэтому сфокусируйтесь на том, вот когда бы наступал 20-22, чего вы ожидали, а что на самом деле получилось. Что не осуществилось? Разочарование по поводу того, что не осуществилось. Может быть, кто-то потерял близких, может быть, кто-то потерял имущество, может быть, кто-то потерял работу. Вот все, что пошло не так, как ожидалось. Если у нас будут какие-то комментарии, я буду очень благодарна, потому что эфир такой сегодня, который мы ведем с Сашей, он, в принципе, предполагает ваши отзывы и ваши комменты, да? Поэтому если будут какие-то комментарии, дайте нам, потому что мы люди очень гибкие, да? И мы можем просто подвести таппинг и то, что мы делаем, под какой-то заказ, да? Поэтому если кто-то с нами участвует сейчас, дайте нам знать, как вы видите, как вы слышите и что вообще происходит, и есть ли какие-то особые пожелания. Сейчас фокусируемся на том, чего мы ожидали и чего не произошло. или произошло абсолютно не так. Отлично. И теперь, как всегда, давайте погрузимся в приятное воспоминание. И у каждого оно, как всегда, свое. И в этом приятном воспоминании сегодня выберите для себя ваше слово силы. Какое оно у вас будет сегодня? Закройте глаза, представьте себя где-то или в приятном месте с приятной компанией. Может быть, кто-то вам сказал приятные слова. Может быть, кто-то вам написал приятную открытку. Может быть, это был какой-то отпуск на берегу моря, на берегу реки, в лесу. Может быть, кто-то собирал грибы. У каждого это что-то свое. И сейчас, погружаясь в это приятное воспоминание, подумайте о том, с каким словом оно у вас ассоциируется. С одним словом. Как вы это можете назвать? Какую эмоцию вы почувствовали? И опять, у каждого это слово свое. У каждого это эмоция своя. Сделайте глубокий вдох-выдох. Возьмите себя за запястье. Для меня это эмоция радости. Я последнее время программирую себя только на радость и на удовольствие. Да, у меня тоже. Поэтому я вам предлагаю это же слово, слово радость, но вы выбираете ваше слово. Отлично. И теперь возвращаемся к ожиданию. Я уже на этот момент свою шляпу изобретенную сниму, если мне позволит, потому что так стучать удобнее, со шляпой не очень удобно. Я уже всем показала, какая я сегодня волшебница. И начинаем простукивать. Два пальца. У меня кто-то спросил, почему два пальца. Два пальца, потому что, во-первых, мы их чувствуем. Во-вторых, потому что это очень удобно. Всей рукой стучать неудобно. Можно, но неудобно. И в-третьих, в принципе, если вы подумаете, это знак мира, то тем самым мы делаем вот эту букву мира. Она представляет собой мир. И стучим двумя пальцами. Все мои ожидания, которые не осуществились, все мои разочарования по этому поводу, все мои разочарования по этому поводу. Вся моя боль по этому поводу. Вся моя боль по этому поводу. Боль физическая. Боль физическая. Боль моральная. Боль моральная. Боль эмоциональная. Боль эмоциональная. Все, как я знаю, что оно не осуществилось. Все, как я знаю, что оно не осуществилось. все ссылки на то что произошло я это все отпускаю сейчас я это все все как я знаю что она не осуществилась я это все отпускаю сейчас и по мере того как я отпускаю я освобождаю себя от всех этих негативных эмоций негативных эмоций от всех ожиданий и от всех разочарований и от всех разочарований глубокий вдох-выдох и опять опуститесь в это место приятных отлично теперь еще раз закрываем глаза и от нуля до десяти где 10 было очень много ноль вы уже не чувствуете более ожиданий или разочарований посмотрите где вы сегодня стоите какая ваша цифра как вы знаете что у вас еще это осталось но у меня вначале вообще не было ничего а сейчас сюда как-то навалилась какая-то грусть и у меня сжалась грудь отлично часть плечи вся эта грусть все как я ее чувства везде где она у меня сидит везде где она у меня выражается я и отпускаю сейчас я отпускаю сейчас я конечно могу жить с этой грустью дальше я могу и перетащить в новый двадцать 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 три да я могу перетащить и двадцать двадцать три но имеет смысл но имеет смысл это не имеет смысл это не имеет смысл тащить ее на себе тащите дальше поэтому я ее отпускаю прямо сейчас поэтому я ее отпускаю прямо сейчас и позволяю себе не позволяет себе войти в новый год почем могу чувствую себя хорошо чувствую себя хорошо глубокий вдох выдох радость друзья все кто нас слушает или будет слушать вот сейчас на этом этапе просто внутренним взором окиньте свое тело что с вами происходит если где-то какие-то затычки еще или где-то скованность какая-то или тяжесть движения может быть есть какой-то ком годы вот обратите внимание на физику до вашего тела потому что физика тела она очень умная и даже когда мы не всегда можем озвучить эмоции вот как только чтобы у саша да он эмоции озвучить не смог до конца а вот то что у него было в теле тело показала и сейчас тоже сосредоточить еще раз на теле и посмотрите внутренним взором где что есть и если вы чувствуете себя еще не очень свободно давайте сделаем еще один круг все что мне мешает чувствуется свободу все эти оставшиеся ожидания эти оставшиеся ожидания все это оставшееся разочарование теть оставшаяся chamboя я оставшаяся боль оставшаяся боль оставшаяся боль потеря оставшаяся боль потери оставшаяся боль того что не сбылось я позволяю себе даю себе разрешение это все отпустить сейчас я разрешаю себе это все отпустить сейчас отлично и по мере того как я это отпускаю и по мере того как я это отпускаю я позволяю себе я позволяю себе чувствовать себя лучше и наполнить себя энергией радости и наполнить себя энергией радости и быть готовы к движению вперед быть готовым движением отлично глубокий вдох выдох радость отлично кто-нибудь нам пишет что-нибудь или ничего там нету но еще напишет пока приветствует не забудьте поставить лайк и там потом когда мы закончим зайдете еще раз и напишите комментарии чтобы другие люди могли прочитать посмотреть этот стрим я кстати хотел сказать знаешь чтобы произошло после нашего предыдущего стрима они на следующий день пришли деньги не то чтобы они были неожидаемые неожиданно не были ожидаемы но в деньгах важно чтобы они приходили вовремя да то есть если бы они пришли сегодня то я бы ничего с ними не смог сделать то есть не нужно купить материалом не нужно платить работами нужно там делать всякие движения и поэтому это важно особенно когда под новый год и перед стримом у меня была такая нервозность а когда не нервничать что ты создаешь дополнительное напряжение там у тебя на том конце провода начинают говорить ну да да вот подожди на днях вот-вот вот-вот это должно произойти и ты проходит день вот-вот не наступило потом опять вот-вот не наступило а тут я расслабился просыпаюсь утром деньги на счету как это работает так что не создавайте напряжение приходи на наши стримы совершенно верно а я что хотела сказать я сегодня даже чашечку нам подготовила видишь такую новогоднюю у меня мне ее прислала очень очень приятное такое воспоминание вот тоже для меня да мне ее прошлом году прислала подруга из австрии и в этой чашке внутри но сейчас не покажет там вода а там снеговичок вот такой питаешься снеговиками они у меня так вот у нас поменты есть елена пишет что вопреки ожиданиям легкости радости финансовой свободы мира вот выдался эмоционально напряженный болезненный душевно и физически отлично вот этот болгарик нам с бреста чашка прекрасно спасибо за мальчик я старался я сделал домашку поэтому вот ты видела что там в китае творится там там вообще жесть там 200 миллионов людей заболела и там какая-то беда с посылками но моя посылочка пришла опять же это все свое время надо должно быть это мальчик она будет смотреться глупо на мне вот и чашка понравилось так что так да про шляпку наверно тебе напишут пока что не писали алена мандарович алена привет вот наши практики здесь подтянулись так что полезно ходить а почему эту историю про деньги рассказал что полезно ходить на наших время именно так и работать поэтому я самый главный бенефициар там ништяков вот я даже не знаю как с ним чем чем я могу с ней рассчитаться за все эти ништяки процессе я думаю что мы найдем какой-то способ потому что когда обмен идет да то есть когда ты что-то получаешь и не даешь ничего взамен у тебя возникает чувство вины если наоборот что-то даешь но получаешь как ты считаешь меньше у тебя появляется агита и чтобы этого не было нужен баланс ровно я получаю в какой валюте в каких услугах это будет выражаться это не неважно важно найти этот баланс это правда это знаешь это очень интересно потому что у меня в свое время возник такой вопрос на одном из тренингов у александра григорьевича я спросила я конкретно задала этот вопрос я говорю слушайте что получается я там очень много людям делаю да а потом место благодарности на меня вываливается один бог знает что и он сказал что человек не может априори жить должником чувством долга он должен тебя сделать виноватым в чем-то для того чтобы погасить свое чувство долга человек не может жить в состоянии долга то есть или по крайней мере должен долго долго да и он поэтому идет вот это вот обратка что если он знает что он тебе должен и он не может как-то тебе это но отдать то что получается он тебя должен конкретно сделать виноватым для того чтобы тебя опустить потому что таким образом он может каким-то образом оправдать себя это очень интересная динамика ты совершенно прав и я и задалась до вопросом достаточно давно просто у меня как-то мой подход был немножко другой к этому но он но этот не объяснил очень много но это были 20 назад объяснил много это не значит я до сих пор периодически не наступая на те же самые грабли но уже полегче михаила словаки миша привет вот так что нас смотрят на разных этих и давай пойдем дальше по ожиданиям что собственно говоря приводит к тому что наши ожидания не сбываются то что мы загадываем почему это не происходит в чем причине причина мне кажется кроется в нашем подсознании в этих наших негативных самоопределениях каким мы себя обозначаем со стороны плохо где мы хорошие мы знаем а где мы плохие да и меня вот предложение сейчас тем кто нас смотрит или будет смотреть сейчас мы создадим с вами новое приятное воспоминание да то есть идея такая подумайте о том в чем вы себе не нравитесь какое ваше негативное самоопределение что вы думаете о себе плохо насколько вы плохи тома в этом сказал откуда вы это знает что это плохо и почему вы решили что это правда сейчас закройте глаза и представьте себе что все это неправда как бы вы жили если вы ничего об этом не знали как складывалась бы ваша жизнь если бы вы не имели этого не не негативного самоопределения я неудачник я не просили я толстый я нет тяжело зарабатывать на жизнь и так далее тому подобного каждого есть что-то свое а чтобы было бы как бы ваша жизнь если бы вы этого не знали просто не знали даже этих слов вам никто это не да не рассказал вы не откуда быть то не узнали какой была бы ваша жизнь и сейчас возьмите себя за запястье строительство которое будет связано с этим воспоминанием этой жизни которая была бы если бы вы этого ничего не знали вот а теперь мы будем делать так начинаем в пальцах до все свои страхи все мои сомнения все мои запретки все мои убеждения все мои суеверия весь мой неудачный опыт весьма неудачный опыт эти сказки песни книги которые я слышал которые слышал все эти притчи все эти притчи гороскопа гадания я отпускаю прямо сейчас я отпускаю прямо сейчас я отпускаю я возвращаю свою силу и отпускаю я возвращаю свою силу удачу удачу уверенность уверенность здоровье саш здоровье энергию энергию радость радость удовольствие покой удовольствие и все что мне прочитается абсолютно теперь все можно и можно все теперь можно закрываем глаза и погружаемся наше приятное воспоминание которое никак не связано с вашим прошлым где нет никакого вашего прошлого где вы можете все окрываем глаза и говорим свое слово на понимание радость радость отлично как самочувствие меня классно если что-то осталось еще из того что вы думаете о себе плохо что-то что может быть вылезла снова какие-то слова воспоминания когда что-то когда-то вам сказал это все неправда все что осталось осталось все остатки этих воспоминаний все остатки этих воспоминаний этих слов этих слов всего того что я решил является правдой всего того что я решила когда-то что это является правдой применил к себе да абсолютно применила к себе я поверил поверила это повлияло на моя жизнь это повлияло на мою жизнь на мои решения мои решения на мои выборы на мои выборы я это все отпускаю сейчас я отпускаю сейчас я отпуская это я позволяю чему-то новому проявиться в моей жизни я позволяю чему-то новому проявиться моей жизни я позволяю себе быть разве позволяю себе быть разные каким каким захочу такой какой я захочу веселы избираю над other comme об этом подумают другие люди невзирая на мнение других людей они имеют право думать что захотят они имеют право думать то что они захотят это их право это их право но это совсем не значит но это не значит что это является правой что-то являются права у меня свое право и они правы таким как не хочу быть я позволяю начаться прямо сейчас погружаемся в наше новое состояние когда мы ничего не знаем о себе какие мы плохие или что люди думают о том что мы плохие это что мы думали о себе мы начинаем с точки 0 у нас нет никакой информации о том какие глаза беремся за запястье радость отлично глубокий вдох полный выдох но немножко так спонтанно хотя готовился так что сорян вот я надеюсь у вас появятся новые мысли и относительно того какие вы что вы можете и это повредит на ваши новые выборы и решения которые вы примете следующем году и это нужно как мне кажется для того чтобы избавиться от того на тех привычек как мы поступаем как мы думаем логических ошибок которые приводят нас к тому результату который подтверждает а вот что мы возможно нужно делать какие-то новые шаги новые решения новые выборы старая схема не сработала я бы знаю что хотела себя сюда добавить твое разрешение один знаешь круг на что что очень часто когда мы уже это делаем мы начинаем очень сильно себя упрекать за то что мы это сделали и что чтобы я хотела добавить сюда вот круг такого содержания что я прощаю себя за все свои решения те решения которые были сделаны под напором кого-то или те решения которые я приняла сама и решение которые не сработали результат не подошел до я прощаю всех людей которые меня заставили сделать это решение я это все отпускаю сейчас я освобождаю себя от этого я освобождаю себя от этого я позволяю себе все начать с нулевого факта нулевого меридиана нулевого меридиана я позволяю себе глубокий вдох выдох радость радость я немного слуга и у меня слова не радость было слово кайф но я решил что кайф тоже подойдет а чего нет кайф еще лучше да кайф это вообще уже да там чуточку больше чем радость да это уже такое совмещение радости и удовольствия всего знаешь эйфории полностью все хорошо двигаемся дальше двигаемся дальше вот теперь я как раз хотел бы подойти к тому моменту когда нужно было бы ручка и бумага если она у кого-то есть если если у вас она есть ребята дайте знать тогда возьми у тебя есть две минуты приблизительно написать свои желания на следующий год михаила слов слова свобода надежда появится кашель кашель да это кашель это освобождение моя учительница по лингвистике все время говорила когда вы начинаете кашлять то это говорит о том что вы освобождаете себя от убеждений которые вам мешали так что это как раз очень хорошая реакция готова отлично теперь ложи руку на эту бумагу нет ни на грудь на бумажку закрой глаза и подумай на сколько процентов ты веришь в то что это осуществляется осуществиться от 0 до 100 на 80 на 80 ребята кто нас смотрит подумайте о том если вы это делаете с нами если потом сделать это тоже все нормально у нас еще есть пару дней до нового года да подумайте о том насколько вы процентов верите что это осуществится саше 80 процентов если у вас 50 20 40 40 неважно берите ваши проценты и от 100 отнимаете сколько вы не верите данном конкретном случае получается 20 процентов 20 процентов по которым я не доверяю себе по которым по которым я не доверяю себе и вселенной и вселенной да мои желания осуществляться мои желания осуществляться я их отпускаю прямо сейчас я отпускаю прямо сейчас да эти 20 процентов эти 20 процентов что бы они не значили что бы они не значили что бы они из себя не представляли что бы они не представляли откуда бы они не взялись откуда бы они не появились 20 процентов пускай прямо сейчас эти 20 процентов пускай прямо сейчас глубокий вдох выдох кайф у тебя был вы говорите ваше слово у кого-то была свобода я сказала меня радость а вы ваше слово какое у вас делаем еще раз ложишь руку на бумагу еще раз прислушаться к себе у тебя было 20 процентов того что ты не верил в то что это осуществится сколько сейчас я там пропустил пункт наверное приврал тогда когда наверное было процентов 60 это кое-что не увидел что тут написал теперь 20 значит делаем еще раз 20 процентов эти оставшиеся проценты по которым я все еще себе не верю по которым я все еще по себе не доверяю я могу с ними жить я могу с этим жить а могу их отпустить помогу отпустить у меня есть выбор это хорошая идея я позволяю себе отпустить я разрешаю себе это отпустить и по мере того как я выбираю и по мере того как я выбираю отпустить 20 процентов недоверия отпустить я позволяю себе создать стопроцентную веру в себя дать стопроцентную веру в себя осуществить можно может на 150 если хочешь пожалуйста почувствовать и вера во вселенную и вера во вселенную и вера во вселенную ну или все мои желания осуществляться в силу и желание осуществляться глубокий вдох выдох но от ста десяти процентов должен уже точно быть кайф поэтому если она по понизится табуна будет 100 всегда есть запас замечательно положи пожалуйста еще раз руку на бумагу и скажи закрой глаза все кто смотрит нас ребята сделать то же самое опять положить руку на вашу бумагу и скажите себе я доверю в то что мои желания в новом году осуществляться на все сто процентов и прислушайтесь к себе что у вас сейчас происходит осталось ли какое-то еще недоверие если какой-то еще червячок который там точит да подумайте что еще мешает и опять возвращаю вас к вашему телу потому что тело очень умная закройте вы глаза и закрытыми глазами просмотрите тело да как будто вы его сканируете от ступень до от ног вверх посмотрите есть еще какие-то зажимы и сделаем еще заключительный раунд все что возможно мне еще мешает верить на все сто процентов верить на все сто десять процентов что мои желания осуществляться в новом году все оставшиеся недоверие все оставшиеся недоверие все оставшиеся страхи весь оставшийся скептицизм потому что ну как же так так быстро и вдруг на это все отпускаем весь оставшийся скептицизм сомнения все что мне говорят другие все слова что может быть кто-то говорит что это невозможно что это не может осуществиться что это слишком быстро все внутренние разговоры которые возможно еще остались я это все отпускаю сейчас это все отпускаю сейчас тон голоса слова слова фильмы песни я это все отпускаю сейчас и по мере того как я это отпускаю и по мере того как я это отпускаю я позволяю себе я позволяю себе создать веру на все сто процентов создать веру на все сто процентов что у меня все получится в новом году прекрасно но и сейчас после этого круга вы можете себе написать какие-то позитивные аффирмации на новый год кто вы например что я чудесный человек я красивая женщина я статный мужчина вот в данном конкретном случае если вы уже как они говорят да новогодние резолюции да кому пишем да если вы уже напишите сейчас что чего вы хотите новом году то она уже будет там будут абсолютно другие вибрации абсолютно другая энергетика и вы будете к этому подходить совершенно по-другому и если еще остались какие-то сомнения то вот этот последний круг который мы сделали вы можете сделать его еще один раз или просто повторить все виде сегодня от начала и до конца потому что в нем сегодня очень много таких разных полезных штучек и пожалуйста не забывайте ставить нам лайки давайте будем добры друг другу и как саша говорил про энергообмен с одной стороны но с другой стороны мне на самом деле нам обоим очень хочется чтобы как можно больше людей были ну я не знаю но по крайней мере счастливы рассказать очень много но более радостны что ли в этой жизни более спокойны потому что я абсолютно мое убеждение в том что люди достойны лучшего мы все достойны лучшего больше больше большего количества денег большего состояния покоя хороших отношений хорошего здоровья и даже вот такой может быть наш не очень большой вклада но когда чем больше людей это смотрит чем больше мы можем это принести в дома в семье может быть кто-то посмотрит и отношения восстановятся кто знает как она работает так а вода но только распространяя такие вещи мы можем что-то изменить правильно поэтому я приглашаю вас принимать участие в распространении этого всего да и пишите коменты потом после того как переспечить с этим какие у вас ощущения не знаю больше всего нравится когда кто-то зашел случайно на канал и и пишет я зашел случайно и попробовал то что я искал поэтому я бы хотела запомнить это самое простое доступное доступно и вы знаете я говорю что конечно то что мы делаем саши это вишенка на торте да потому что мы не идем ни в какие особые глубины да и конечно очень очень отличаются например мои частные консультации да один на один например по сравнению с тем что мы делаем здесь но даже то что мы здесь делаем она очень помогает людям и я знаю это по отзыву который мне в личку пишут и а который есть на моем канале ютуба и который есть а на сашином канале потому что иногда это то что нужно людям буквально знаете вдруг пять минут переключения фокуса и я бы хотела я вот рассказывал своей знакомой нашла очень интересную притчу пару дней назад который мне очень понравилось и которая как будто как раз дает резюме тому о чем мы сегодня говорили у одного мужчины в доме росли двое сыновей двойняшек и один был полный пессимист а другой полный оптимизм и когда мальчикам исполнилось 12 лет папа решил развеять мифы о полном пессимизме и о полном оптимизме и сделать такую вещь к рождеству и к новому году он подарил только только тому который пессимист огромное количество подарков завалил комнату подарками а тот который оптимист он положил в центре в центре комнаты кучу лошадиного навоза когда папа пришел к мальчику который пессимист и спросил но как тебе посмотреть сколько у тебя подарков мальчик посмотрел на него и сказал о чем ты говоришь между эту всю кучу надо разгребать посмотри сколько подарков это столько работы мне эту всю кучу надо разгребать папа пошел к оптимисту а этот от радости скачет вокруг этой кучи навоза от чего ты скачешь от радости ну как я ищу лошадь свою раз есть это куча значит где-то рядом ложь я еще никак не нашел может быть сейчас выйду на улицу и она там стоит у меня в стойле а вот я как раз предлагаю лошадку это привести в стойло потому что очень часто мы фокусируемся именно на разгребание подарка в комнате заваленной не видя вообще что за этими подарками есть наш фокус очень часто находится там и когда мы делаем вот эти небольшие круги таппинга да когда мы мы как раз начинаем открывать эти подарки и у нас появляется возможность на самом деле видеть эти подарки поэтому у нас время подходит концу тут пишут комменты алена что накатался в список желаний и у нее теперь максимальная вера в то что это сбудется ты училась начинала учиться у сильви хардман может быть мы сделаем позитивный таппинг какой-нибудь напоследок да можно конечно ты помнишь еще так как как позитивный таппинг но мы всегда делаем конечно давай подумаем о том чего мы хотим новом году и как правило люди хотят больше здоровья больше энергии больше денег а силы еще всегда любит чудеса поэтому давайте делаем так данном конкретном случае я делаю точно так как она я стучу все точки не а не 4 как мы берем а все точки новый но 2023 год я приглашаю я приглашаю чудеса в мою жизнь чудеса в мою жизнь здоровья здоровья энергия энергия деньги денежки больше здоровья больше здоровья больше энергии еще больше энергии больше денег . со всех ресурсов во всех ресурсов возможных возможности и кажется невозможно видим их и я позволяю себе чувствовать себя хорошо я позволяю чувствуешь себя замечательно наполненная радостью наполнена радость наполненная чудесная энергия наполнена чудесной энергии энергии здоровья энергия здоровья энергии света энергия света радости и любви радости любви еще больше радости еще больше радость еще больше любви еще больше еще больше света еще все мое тело самое тело начинает вибрировать начинает регулировать на энергия радости на энергиях радость любви и света любви и я это полностью принимаю сейчас я это полностью принимать сейчас я радость я радость можем закончить как всегда глубокий вдох выдох я радость ну что друзья сегодня я надеюсь вы неплохо провели время спасибо него за то что ты была с нами за то что ты помогаешь с ним русскоязычным людям чувствовать себя немного лучше я надеюсь что все кто был с нами получит то чего они хотят вот а то что вы думаете о себе плохо это все неправда это все полная ложь этому не верьте никаким гадалка гороскопом финансовым аналитикам верьте только себе своим ощущениям спасибо на его спасибо следующем году пока пока